Разрушительные циклоны и ураганы, невиданные по масштабам пожары, аномальные осадки – таковы климатические итоги прошлого года, которые подвела Всемирная метеорологическая организация. Эксперты оценивали динамику температуры воздуха и воды, выбросов парниковых газов, таяния льдов и другие параметры. Показатели абсолютно ясны. Глобальное потепление ускоряется. 2019-й стал вторым самым жарким годом за последнее десятилетие, которое, в свою очередь, было самым жарким в истории человечества. Концентрация парниковых газов находится на самом высоком уровне за три миллиона лет. Европейская зима стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура с декабря по март оказалась на 3,5 градуса выше, чем в аналогичные периоды с 1980 по 2010 год. На альпийские горнолыжные курорты даже пришлось завозить снег. А в масштабах планеты 2019-й стал вторым самым тёплым годом в истории человечества. Первым был 2016-й, когда на климат оказывало сильное влияние течение Эль-Ниньо. В этом же году причины аномально высоких температур эксперты видят в другом. В декабре в районе Северного полюса образовалась область низкого давления, которая удерживала арктические воздушные массы, не давая им прорваться на юг. Зима так и осталась на севере планеты. И кажется, человек здесь не виноват. Однако все природные процессы происходят на фоне глобального потепления, огромную роль в котором играет антропогенный фактор. В первую очередь выбросы парниковых газов, 80% которых приходится на сжигание ископаемого топлива. «Мы побили рекорды по концентрации в воздухе метана, оксида азота и, что важнее всего, диоксида углерода. Он на две трети ответственен за глобальное потепление. А между тем он не распадается несколько сотен лет». В минувшем году к промышленности и транспорту добавился еще один незапланированный источник загрязнения – масштабные пожары в Австралии. По разным оценкам в атмосферу было выброшено от 650 миллионов до более миллиарда тонн углекислого газа. Дым от пожаров облетел вокруг света. Огонь забрал десятки человеческих жизней, уничтожил миллионы животных и пятую часть лесов зеленого континента. Бедствие произошло на фоне многолетней жары в Австралии. И причина этому – вновь глобальное потепление. «Климатические изменения увеличили риск пожаров как минимум на 30%. Возможно, глобальное потепление оказало гораздо более сильное влияние на климатическую ситуацию в Австралии, поскольку наши модели не учитывают все аспекты пожароопасной погоды». Эксперты считают, что если глобальные температуры поднимутся на 2 градуса по Цельсию, такие бедствия, как в Австралии, будут происходить как минимум в 4 раза чаще. Ученые отмечают, что общее число экстремальных погодных явлений неуклонно растет. В прошлом году увеличилось число тропических циклонов – 72 в северном полушарии и 27 в южном. Европа страдает от штормов и наводнений. В Индии, Непале, Бадгладеш и Мьянме от потопов, вызванных аномальными осадками. Погибло более двух тысяч человек. А циклон Идай, который год назад обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави, и вовсе стал самым разрушительным за всю историю южного полушария. Он забрал жизни около 700 человек. «Мозамбик – одна из стран наиболее сильно пострадавших от изменения климата. Это обусловлено как расположением страны, так и ее бедственным экономическим положением. Такие государства беззащитны перед ударами стихии». Напомнили в ООН и о темпах сокращения площади льдов Гренландии и Антарктиды. В прошлом году скорость их таяния увеличилась в шесть раз. Если так пойдет и дальше, уровень моря через 80 лет может подняться на 17 сантиметров. Татьяна Волкова, Вокруг планеты.